Внедрение системы раздельного сбора мусора, старт работы, услуги онлайн-сурдопереводчика в МФЦ, обучение пенсионеров, компьютерной грамотности, вручение ключей от новых квартир детям-середам, матч по мини-футболу с китайской командой. Здравствуйте! В эфире программа «Говорим о главном» – в студии Олеси Богданова. Каким нам запомнится июль 2018? Мы начинаем! Строительство и ремонт медицинских учреждений, возведение новых школ и детских садов, реализация концепции создания единой пешеходной зоны, развитие дорожной инфраструктуры, положительная динамика отмечена в разных областях жизни Щелковского района. Какие перемены произошли за последний год? Какие перспективы у муниципалитета в ближайшем будущем? Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву в рамках рабочей встречи рассказал глава района Алексей Валов. Давайте посмотрим. О работе, проделанной в 2017 году, губернатору Московской области рассказывает глава Щелковского района Алексей Валов. Достижений немало. В 2017 район получил премию «Прорыв года» за привлечение медработников. Большая часть из них работает в новом перинатальном центре, открытом в прошедшем году. Практически 3000 новорожденных. Причем с такой патологией, что практически выживать эти младенцы не могли. Но тот персональный и профессиональный коллектив, который пришел, да смог это сделать. В этом году в районе появится диализный центр в городе Щелково и ФАП в селе Душеново, а также отремонтируют 13 учреждений здравоохранения. Возводят и новые школы и детские сады. В прошлом году открыли три дошкольных учреждения. Продвигается строительство двух школ на 1100 мест в микрорайоне Солнечный города Щелково и на 275 в Медвежьих озерах. Реализуется в Щелковском районе программа расселения аварийного жилья. В том числе более тысячи жителей переехали из печально известной казармы в Первом советском переулке в новый дом на улице Краснознаменское. По словам Алексея Валова, в Щелковском районе были проблемы с управляющими компаниями. Многие организации работали недобросовестно, а число таких УК сократили. Нужно вести порядок и жестко лишить их лицензии, если они не выполняют то, что ждут от них жители. Продвигается строительство моста через реку Клязьма в районе улицы Фабричной. Объект должны сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Мост разгрузит центральную часть города Щелково. После строительства моста порядка 15-20% транспорта грузового от трафика уйдут и разгрузят нам центр города от тех грузовых машин, которые идут на промзоны. И они пойдут по той дороге, и тем самым мы снимем напряжение. Большая работа идет и для того, чтобы поддержать чистоту самой реки Клязьма. Мы создадим условия для того, чтобы войти в 2020 году в государственную программу по очистке реки Клязьма. И мы войдем в эту программу, что даст нам возможность, как мы сделали, когда очистили вверх, сейчас река Клязьма стала пригодной для купания. Кроме того, в Щелковском районе реализуется масштабная программа благоустройства. В этом году должны провести в порядок более 50 дворовых территорий и обустроить три общественных зоны – набережную вдоль улицы Шмидта, сквер имени Пушкина и набережную между Старым и Новым мостами на правом берегу Клязьмы. Так, Щелковский район идет вперед курсом Московской области. В этом году в регионе началось активное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. И наш район не отстает. В июле у нас стартовала реализация областного проекта. Так как же правильно сортировать мусор? И главное, зачем? Еще вчера все то, что вышло из строя или просто испортилось, мы бросали в ведро и несли на контейнерную площадку. Настало время приучить себя сортировать отходы. Зачем? Почти половина производимого нами мусора может перерабатываться во что-то полезное. Как это работает? В Подмосковье и городе Щелково, в частности, на контейнерных площадках устанавливают баки двух цветов. В серый контейнер помещаем все то, что поддается быстрому разложению. Пищевые и растительные отходы – средства личной гигиены. Из серого контейнера мусор отправляется на полигон. В синий складываем то, что можно переработать. Макулатуру, картон, пластик, полиэтилен, стекло, текстиль, металл. Отходы из синего контейнера доставляют на сортировочный завод, где все полезное отбирают для вторичного использования. Вредные отходы отправляют на термическую обработку для обезвреживания и последующего захоронения на специальном полигоне. Уже в ближайшее время таких контейнерных площадок, оборудованных под систему раздельного сбора отходов, в городском поселении Щелково будет 19. А значит, жителям нужно привыкать разделять мусор у себя дома и утилизировать его по отдельности. Как сортировать мусор дома? Купить второе ведро и складывать туда все, что не портится и подлежит переработке. Сегодня в Щелковском районе по новому стандарту оборудованы 19 площадок. До конца 2018 года будут 104 площадки или 50% от общего количества. Сортируя отходы, мы заботимся об экологии, а значит и о своем здоровье. Государственные и муниципальные услуги должны быть доступны всем. В июле в МФЦ Щелковского района начала работать услуга онлайн-сурдопереводчика для инвалидов по слуху. Наш центр стал одним из первых в регионе, кто ввел подобную систему. Теперь жители, имеющие проблемы со слухом, смогут без труда общаться с любым из операторов центра и оформить любую из 328 услуг. На сегодняшний день в муниципалитете проживает свыше 500 человек, нуждающихся в подобном проекте. Получить загранпаспорт, устроить ребенка в детский сад, оформить прописку – вопросы стандартные для МФЦ. Однако сейчас они не звучат вслух. Первым в Московской области Щелковский многофункциональный центр реализует важный проект. Сервис-сурдопереводчик онлайн поможет людям с ограниченными возможностями здоровья по слуху получить полный спектр услуг МФЦ, общаясь на привычном для них языке жестов. Мы начали готовиться к этому проекту примерно с мая месяца. Устранили технические и финансовые препятствия, которые возникали на пути реализации. Сейчас проект полностью готов к реализации, сегодня запуск. Технология достаточно проста. Тут нет инновационного секрета, только труд квалифицированных специалистов. Сервис-сурдопереводчик в данном случае работает удаленно, общается с клиентом по видеосвязи и переводит язык жестов оператору МФЦ. Тот, в свою очередь, помогает реализовать необходимую услугу. В день запуска сервиса им смогли воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в городе Щелково. В данный момент многофункциональный центр Щелковского района оказывает порядка 320 различных видов государственных и муниципальных услуг. Теперь они доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. По статистике, каждую неделю в Щелковский МФЦ обращается порядка трех таких жителей. Этот пилотный проект был запущен в рамках Московской областной программы «Доступная среда». Она реализуется в Щелковском районе по многим направлениям, в первую очередь охватывая социально значимые учреждения. Так, например, планируется, что к концу 2018 года порядка 64% объектов соцсферы будут соответствовать стандартам региональной программы. В целом мы достаточно плотно занимаемся развитием доступной среды на территории района. Это связано и с удобностью прохода в помещение. Но в данном случае одним из первых МФЦ мы стали по включению услуги по сурдопереводу для заявителей с ограниченными возможностями по слуху. И еще одно важное начинание июля. В Щелковском районе открылась школа компьютерной грамотности для пенсионеров. Первые слушатели уже освоили азы. Они признаются, что подобные занятия очень важны. Ведь людям старшего возраста сегодня так важно идти в ногу со временем, понимать язык своих детей и внуков. Какими впечатлениями поделились выпускники? Здесь, на улице Комсомольская, в Коворкинг-центре «Старт», шагнула вперед в сфере IT-технологий первая группа ветеранов. Они проходят базовый курс обучения компьютерной грамотности под названием «Просто и понятно». 12 человек из первого потока окончили обучение по специальной программе, которая подробно описывает, как работать с операционной системой. От создания папки на рабочем столе до достаточно уверенного пользования сети интернет. Вещи, которые кажутся нам привычными, в новинку для старшего поколения. Все, как в настоящей школе. Тетрадки для записей, которые ведут ученики, говорят о высоком стремлении познать информационный мир. Первая группа ветеранов закончила у нас обучение. Обучались у нас председатели ветеранских организаций. Обучение прошло успешно. Это очень порадовало стремление именно узнать эту область. Спасибо большое администрации Щелковского муниципального района, Алексею Васильевичу, Валову, Наталью Владимировну тамбову и за организацию этого мероприятия. Спасибо большое Коваркин-центру за то, что предоставили помещение. Щелковский район находится в первой пятерке муниципалитетов, где были открыты школы компьютерной грамотности. Наша работает с 27 июня, и на данный момент ее посещают уже 52 человека. Количество желающих присоединиться только растет. Очередь у нас уже четвертая группа. И постоянно, видите, сейчас пришли еще двое человек, которые тоже решили научиться пользоваться современными средствами связи. Почему? Потому что сегодня не уметь пользоваться компьютером – это как не уметь писать и читать. Я бы хотела разнообразить свою жизнь. Сейчас я не работаю, внуков вырастила. Предоставляется свободное много времени. Я бы хотела, во-первых, общаться. Во-вторых, овладеть компьютером. Немаловажно, что по окончании курсов люди старшего поколения получают возможность самостоятельно работать с порталом госуслуг и выполнять операции в электронном виде. Например, оплачивать счета за ЖКХ. В современном мире, где все меняется с огромной скоростью, людям старшего поколения также необходимо идти на равных с молодежью. Учиться никогда не поздно. Это вот самое главное. Если есть желание, нужно идти к своим целям. Добиться поставленных задач нескольким молодым жителям нашего района стало немного проще. В июле шести юношам и девушкам вручили ключи от новых квартир. Уже не первый год у нас оказывается поддержка детям, оставшимся без попечения родителей. Обеспечивать ребят жильем районным властям удается благодаря субвенции из бюджета регионального правительства. С 2007 года свое отдельное жилье в нашем районе получили 104 молодых человека. В 2018 году на эти цели направлено 29 миллионов рублей на покупку 11 квартир. С вами планами ребята поделились с нашим корреспондентом. Путевка во взрослую жизнь. Вот в таком новом микрорайоне были вручены ключи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам. Одна из них – наша героиня Дарья Сорокина. Там будет у меня готовка, там стирка, уборка, все такое. А здесь зона, вот я сюда прихожу, здесь отдыхаю. И обратно же, благодаря нашему правительству, мы вот так хорошо живем. Дарья крепко держит в руках ключи от новой квартиры. Воспитанием девушки до 10-летнего возраста занималась ее бабушка. Когда близкого человека не стало, подросток оказался на улице без документов. Самообладание помогло нашей героине не потеряться во взрослом мире. В Щелковском управлении опеки и попечительства Дарьи помогли восстановить документы и право на жилье. Квартиру Дарьи передали с отделкой, с подключенными электроплитой и сантехникой ванной. Мебель Новосел будет приобретать на свой вкус, как и другие ее сверстники. Им, как и Дарья, ключи от нового жилья вручили в торжественной обстановке в администрации района. Вы становитесь обладателем своего собственного жилья. Уверен, что в этом жилье вам будет очень комфортно. Мы приготовили для вас маленькие подарки, микровые, но при этом мы договорились о том, что в каждой квартире будет на кухне установлено все оборудование. Это всего лишь маленький первый этап. Но я уверен, что с нашей поддержкой и с вашим желанием вы, конечно же, выстроите свою собственную жизнь правильно. Очень рад, что получил квартиру. И хочу сказать огромное спасибо еще раз администрации города Щелково, опеке, органам предпочтительства. Буду продолжать учиться, буду жить там. Я очень, правда, тоже счастлива, что дали квартиру. Буду ремонт понемножку делать, чтобы она красивой была, и потом уже можно семью завести. А теперь поговорим об образовании. Центр Юнармейц вновь открыл международную смену. Помимо ребят из Щелковского района, Москвы и Московской области в лагерь прибыли 45 школьников из городов-побратимов Щелковского района. Из Молдовы, Польши, Белоруссии и Словении. Что на этот раз приготовил ребятам один из лучших лагерей Московской области? Давайте узнаем. Вот так в торжественной обстановке Центр Юнармейц открывает свою международную смену. Дружба без границ. Второй год. Лагерь принимает гостей не только из Подмосковья и столицы, но и из других стран. Второе лето. Школьники из городов-побратимов Щелковского района приезжают сюда, чтобы отдохнуть, провести время с пользой, а главное – встретить новых друзей. Мы очень всегда с удовольствием встречаем гостей и даем возможность для общения на этой площадке. Почему мы даем возможность для общения на этой площадке? Потому что любые мировые процессы идут от вас, от подрастающего поколения, от того, как вы находитесь здесь, в этом лагере, общий язык. Хотим, чтобы здесь вас сопровождалось добро, удовольствие, дружба. Вновь юнормеец приехали ребята из Беларуси, Молдовы, Польши. Впервые же здесь отдохнут школьники из Словении. Желаю вам, чтобы вы получили максимум позитивных эмоций, хороших друзей и позитива на весь следующий год, до следующей смены. Запомните эти моменты, потому что они будут всегда, всегда у вас в памяти. Один из лучших детских оздоровительных лагерей Подмосковья. Здесь учтено все для интересного, комфортного и безопасного отдыха. Полностью восстановленный обновленный лагерь юнормеец вот уже четвертый год с гостеприимством встречает школьников, все расширяя и расширяя свои горизонты. Так и на этот раз ребята ожидают насыщенное на культурные, спортивные, развлекательные мероприятия программа. Главное, что все они узнают много нового, интересного и познавательного. И найдут новых друзей. Приятно, что наши побратимы доверяют нам, присылают своих деток. Мы с удовольствием их встречаем, формируем для них и комфортные условия для проживания, как и для наших, так и для гостей. И формируем культурную программу с выездом в памятные места Московской области. Мы все предусмотрели в плане пребывания здесь у нас в детском оздоровительном лагере. Я думаю, что они много увидят. Приятно, что разных детей присылают каждый год для того, чтобы, наверное, расширить кругозор как можно большей части подрастающего поколения. Для нас очень приятно. Июль запомнится любителям футбола со всего мира. Чемпионат, прошедший в нашей стране, стал грандиозным спортивным событием, которое еще долго будут вспоминать в разных городах и странах. А в нашем Щелкове тем более. Работа щелковских художников навсегда запечатлела этот мундиаль. А кроме того, одержала победу в областном конкурсе граффити. Наши поздравления Никите Ткачеву и Аркадию Судаеву. Ну привет, капитан Игорь Акинфеев. Настоящий герой нашего домашнего чемпионата мира по футболу. Вратарь российской команды буквально заполонил соцсети. Кем только не представляли футболиста. Даже многоруким шивой. И вот теперь легендарный голкипер во всей красе на улице Щелково. Работа появилась на детском стадионе незадолго до победы нашей сборной в игре с испанцами. А выполнили граффити щелковские художники Никита Ткачев и Аркадий Судай. Творчество высоко оценили на областном уровне. Работа «Вперед! Россия» заняла первое место на областном конкурсе граффити. Приняли решение сделать голосование на интернет-портал в Щелковске. Где народ проголосовал и выиграл именно эту работу. За место другой с разницей 63% жителей Щелкова проголосовал за этот эскиз. И 37% другой. Поэтому нам повезло и мы сделали данную работу, которая потом удачно так все совпала. Награждал финалистов личный губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поддерживает инициативу о проведении конкурса, предложенную художниками. Я очень благодарна губернатору Московской области, который... Ну, поверьте, мне мало кто из руководителей субъектов Российской Федерации будет приглашаться на такие, может быть, не очень стандартные предложения. Я очень благодарна губернатору, что он нас не первый год поддерживает. В этом году на конкурс было подано 213 работ из 41 муниципалитета Московской области. Ранее темами граффити становились юбилей победы в Великой Отечественной войне, 55-летие выхода первого человека в космос, экология. В Щелкове художники в технике граффити уже выполнили немало интересных работ полюбившихся горожанам. Тематика их разнообразна, но в основном отображены страницы героической истории страны, есть портреты знаменитых людей. Граффити постепенно становится привычным инструментом городского дизайна. Сейчас все живем в социальных сетях, вы прекрасно это понимаете. И как виновата, работа автора говорит больше, чем все мы вместе взяты. И об этом начинает говорить очень много-много людей, делает репосты, лайки. И вы знаете, у нас были прецеденты со всеми работами, и с всем вам известным речем, который изображен в Броницах, и с Игорем Макинфеевым, и другие работы. Мы спросили Никиту Ткачеву, что бы он еще хотел нарисовать в Щелкове. Допустим, в Щелково, где я живу, там необыкновенная природа. И я не буду открывать всех секретов, но будет, наверное, связано с природой, поскольку хочется в городе, поскольку у нас фасадов очень много уже разрисовано, и хочется добавить немножечко природы. А что именно, это останется под секретом. Футбол всегда был очень популярен. Ну а сейчас, кажется, в него не играет только ленивый. А детские спортивные школы по всей стране заполнились будущими чемпионами. Вдохновились чемпионатом и юные спортсмены из Китая. Мини-футбольная команда клуба Джанлибао приехала не куда-нибудь, а в Медвежьи озера, где их уже ждали футболисты команды «Медведи». Для всех этих мальчишек футбол не просто хобби, это целая жизнь. Команда «Медведи» сельского поселения Медвежьиозерская не раз доказывала свою преданность игре любимой миллионами, а сегодня ребята встретятся на поле со своими сверстниками, такими же страстными любителями этого вида спорта, командой футбольного клуба Джанлибао из Китая. Делегация впервые прибыла в Щелковский район специально для проведения товарищеского матча. Мы в прошлом году участвовали в конкурсе спортивных учреждений Московской области, сельских поселений. Соответственно, заняли первое место по Московской области, по имеющей оборудованию, по имеющемуся количеству жителей, занимающихся спортом. Рады увидеть наших китайских друзей. После окончания чемпионата мира, я думаю, они видели, как в России умеют проводить вот такие мероприятия. Соответственно, мы в меньшем уровне тоже готовы показать. Так, с самого начала игра обещала быть интересной. Стоит отметить соперники «Медведей» из Китая. Команда «Молодая» была образована 1 января 2018-го, но уже успела поучаствовать в государственном чемпионате по футболу у себя на родине. Да и попасть в ее состав ребятам было весьма непросто. Отбор проходил в 19 городах страны в лучших школах Китайской Народной Республики. Очень приятно, что сельское поселение Медвежоозерское этому уделяет особое внимание. Оно ищет такие контакты, оно взаимодействует, потому что именно в таких контактах рождаются и дружба между ребятами, и между нашими странами. А мы знаем, что на сегодняшний день не только в спорте, но и по другим направлениям между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой развивается очень динамичное отношение, что волнует мировое сообщество, а мы этому очень рады. И, конечно же, спорт. Спорт всегда являлся оплотом мира, дружбы и взаимопонимания. Играли 2 по 30. Стоит отметить, владение мячом уже с самого начала первого тайма было на равных. К середине тайма гостям удалось забить первый гол ворота Медведей, но с ответом хозяева не медлили. И, прорвав оборону Джиан Либао, отправили мяч в ворота соперников, вызвав бурю положительных эмоций у болельщиков. На трибунах не было свободных мест. Задача, чтобы дети сыграли на максимуме, получили удовольствие и какие-то технические, тактические моменты показали лучше свои качества. Работать над собой. Главное верить, работать над собой и стремиться. Стремиться попадать в большой футбол. Футбол – это жизнь, как говорится. До середины второго тайма счет на табло показывал ничью 1-1, но все же китайской команде удалось отправить мяч в ворота Медведей. Хозяева попытались сравнять счет, несколько раз атаковав соперников, но сегодня фортуна была на стороне гостей 2-1. «Очень приятно находиться здесь, в России. Чемпионат мира по футболу произвел на нас большое впечатление. Нам очень нравится это место, где такой стадион». Мне очень нравится играть на таком стадионе, и погода сегодня что надо. Мне бы хотелось еще раз приехать сюда. Игра стала началом дружбы между спортивными клубами наших медвежек и китайского Джиан Либао. В конце же встречи по традиции состоялось награждение команд и лучших игроков. Также все участники спортивного мероприятия обменялись памятными подарками. Сегодня команде Джиан Либао повезло немного больше, чем хозяевам поля. Но все-таки самое главное, что матч получился по-настоящему товарищеским. Несмотря на поражение медведей, их все-таки стоит поздравить. Ведь ребята из сельского поселения сражались с лучшими мини-футболистами из Китая. И наши спортсмены проявили упорство в достойной сборной России на чемпионате мира 2018. Такими событиями нам запомнится второй месяц лета. Ну а август обещает стать еще более насыщенным. Ведь нас ожидает празднование Дня города Щелково и Щелковского района. А это значит целый калейдоскоп праздничных событий и мероприятий. Не пропустите следующий выпуск программы «Говорим о главном». В студии работала Олеся Богданова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...